Новость о гибели 13 военнослужащих не оставила казахстанцев равнодушными. Семьям разбившихся соболезнует вся страна. Назиат Уякова собрала информацию о судьбах военных. В потерпевшем крушении в воздушном судне их было 13. Уроженцы Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Алматинской областей. Истинные патриоты, профессионалы военного дела. А еще просто люди, влюбленные в небо, вычитавшие о полетах еще с детства. В списке погибших командир экипажа майор Роман Костыгов, помощник командира экипажа лейтенант Асван Айтбаев, бортовой техник майор Тимур Кудайбердеев. Также на борту находились майор Данияр Хонарбай, майор Сабр Токбаев, капитан Сырым Масалим, сержант третьего класса Кайрат Нурсапанов, старший сержант Мурат Шарипов, младший сержант Асхат Абдулманат, эфрейторы Айдын Абдельдинов, Хуаныш Сарпутпаев, Померхан Каукаев и Мирас Жуматаев. Разбившимся вертолетом управлял 33-летний майор Роман Костыгов. Военный летчик второго класса, настоящий ас, Роман налетал больше тысячи часов. Стремился быть лучшим, он поставил на крыло не одно поколение, научил летать молодых, поставил уже много за собой инструкторов. Роман Костыгов не дожил до своего 34-летия всего месяц. У погибшего летчика остались жена и 11-летний сын. Он был профессионалом своего дела, он был достойным человеком, добрым, отзывчивым, никогда не бросал в беде ни одного. Мы его запомним как достойного защитника у нашей Родины. Акимат Мангосталовской области выделит семьям погибших по 1 миллиону тенге. Родным и близким выражают слова соболезнования. С ними работают психологи. Однако поверить в соучившиеся все еще трудно. Самому младшему из погибших было всего 24. Майор Даниэр Конырбай в свои 33 года успел немало. Отучился в Актюбинском военном институте сил воздушной обороны. Будучи авиационным инженером, служил на военной базе Ушарал. Затем в Талдыкургане. В 2013-м перевелся в Актаву, где и собирался строить дальнейшую военную карьеру. Крепкий тыл, жена и трое детей. Младшему нет и полугода. Даниэр был светлым человеком и верным другом. Мы выросли в одном ауле. Вместе ходили в детский сад и учились в школе. В последний раз виделись с ним на Наурос. Он приезжал в Актюбе в командировку. Навестил родителей в ауле. Проведал друзей. Он рассказывал о своих планах. В Актаву ему все нравилось. Но он мечтал когда-нибудь вернуться в родные края. Среди тех, кто так и не долетел до конечного пункта, выполняя свой воинский долг, был и 29-летний капитан Сырым Масалим. Как и многие, он окончил Актюбинские институции у воздушной обороны. Был женат, воспитывал трехлетнего сына Жангельды. Родители живут в Уральске. В последний раз отец разговаривал со своим сыном накануне рокового полета. О его гибели нам сообщили ночью. Мы до сих пор не можем поверить. Он с детства мечтал стать военным. В 2007 году окончил военный институт. По распределению попал в Актаву. Сегодня соболезнование выразило руководство областного департамента обороны. 8 из 13 находившихся в упавшем вертолете жители ЖТСУ. Многих из них в Актаву перевели совсем недавно. Данным военнослужащим от Министерства обороны будет оказана материальная помощь. В рамках действий законодательства будет выплачена единовременно компенсация. В чем причина падения вертолета, гибели экипажей всех пассажиров пока неизвестно. Бывалые летчики и авиаторы не сомневаются. Команда разбившегося Ми-8 боролась до конца. И только непреодолимые обстоятельства могли помешать им добраться до пункта назначения. Взяту Якова, Тамара Степанова, Гульнара Жантасова, Бутогосов Базарбаева и Лейла Ауесова. Итоги дня.